Здравствуйте, господи и господи, это Эндрю. Да, согласен, Кэндл вообще пушка. Всем салюты. Я сейчас иду к Ким и Кани, они меня пригласили на званый ужин, чтобы я помыл после них посуду. И вот как бы шапик вот, стоит, ждет такси, никого не трогает. Все нормально с ним. Когда в Клубе ТВ откроют филиал, чуть-чуть попозже, чуть-чуть попозже. Привет, салют, друзья, всем, всем, всем нашим, всем пацанам, всем телочкам, всем вообще в тупо-русски разговаривать. Всем черным, азиатам, белым, желтым, мексиканцам, всем нашим. Да, салют, шалом, вообще салам, да, всем, да. Деньги. Ребят, я в фактах о себе рассказал, что у меня отец бывший замминистра транспорта и энергетики. И он до сих пор как бы является действующим директором одного из крупнейших предприятий в Киеве. И, ну, как бы он платит за все мои вот эти вот роскошные поездки. Что вам еще сказать? Да, мой отец до сих пор отмывает деньги, я хочу признаться в этом вот прямом эфире. Я надеюсь, что это опубликуют на каких-то СМИ-порталах. То есть, моя семья очень много ворует госбюджета, и, ну, это не мешает нам жить. То есть, вот мои родители живут в Майами, а я сам уже год как живу в Нью-Йорке. И, по сути дела, мы прожигаем те деньги, которые вы платите, ваши пенсии, зарплаты ваших родителей. Вы думаете, закон о том, чтобы учителя нихрена не получали и были злыми, и кто подписывал? Мой батя. Ну, то есть, такая просто. Салоны показать? Блин, Сабин, ну я уже как бы... Ну, давай, если сейчас по дороге будет какой-то салон, я тебе его светану. Ну, но они все такие утырышные. Тут малазийские узкоглазые женщины делают европейский маникюр. Короче, не отвлекай меня, я тут рассказываю историю того, как я поднялся. И вот я уже год как бы живу в Нью-Йорке и трачу очень много денег. Я их направо-налево раздаю людям. И очень часто даже бывает такое, что, ну, типа, я с дуру просто беру и рву деньги. Чисто от нечего делать, потому что мне становится в какой-то момент очень скучно. И я такой, типа, а порву-ка я 10 тысяч долларов. Вот, допустим, вчера мы с Лехой, с корешем моим, которому я купил квартиру на Манхэттене, просто так взяли и, ну, как бы это ни звучало грубо, начали подтираться деньгами. Подтерли, наверное, где-то штуку 300 баксов. Короче, как Леха потом сказал, нормально мы так небюджетно посрали. Я говорю, да, братан, вообще кайф, типа, так и живем. Вот еще, кстати, малый бизнес, вот такие вот точки по продаже фруктов на Манхэттене. Не знают, но... Блин, на меня кричит Сабина. Что сказать? Вот, как бы... Давай, Сабин, дай тему, на которую рассказывать. Я тебя, как старшего, слушаю. Она очень довольна, вот просто она очень сильно довольна сейчас. Она сейчас, блин, даже не фокусируется на него. Ну, вот, типа... Малая звонит и говорит такая, типа, Блин, Трамп! Его выбрали! Кстати, если в Калифорнии отсоединиться от Соединенных Штатов, надо будет туда поехать, там будет, походу, очень прикольно. Ну, там сейчас и так прикольно. Трамп, ну, как бы... Я сегодня был возле его штаб-квартиры, там всем выдавали золотые слитки по 100 грамм чистого золота. Ребят, на улице довольно-таки прохладно, но меня греет подарок, который у меня в руке. Я вам его показывать не буду, потому что это, скажем так, не для вас. Золото я взял где-то килограмма три с собой сюда. И, ну, увезу очень мало. Не-не-не, не покажу. Подарок классный. Не для вас я его покупал, поэтому... Пускай у вас пуканы бомбят. Добрый день, Дарья Черна. Мои дела очень хорошо. Я пока еще не планирую возвращаться в Киев, потому что... Я еще не придумал причины. Никите зуб золотой вставим, когда он наберет 100 килограмм. То есть, как только он встанет на весы, и они покажут центнер, сразу же бах, золотой зуб влетел ему в щи. Усы, да, смотрите, усики, пропуск в трусики. Что ты там пипкаешь? Рушает, вот это все. Ого, думаешь, мигалки купил, так все. Козляра. Так все здесь. Вот видите, сразу пришел к власти коррупционер. Ну, то есть, менты просто... Я люблю курицу-гриль. Братан, могу тебе iPhone 7 на 128 бушечку в идеальном состоянии всего месяц телефону запилить. Поэтому пиши мне в директ, как я вернусь. Сделаем что-то для тебя. По-братски, по-братски, братан. Типа, может быть, я его тебе подарю, но пока еще не решенул. Я никогда... Вот так. Я не кидал никого никогда, всегда говорил только да. Да! Зе братья еще не приехали. Мы с ними общались пару дней назад. И как только будет информация, я сразу вам дам знать. Катрин Фосс, давай сделаем фотосет как-нибудь позже, когда я вернусь. Один раз я напился, причем конкретно. Я даже уснул там, где пил, и в 7 утра меня разбудили. Это был корпоратив в клубе ТВ. Не смотрю, ребят, я вообще блогеров не смотрю. У меня очень мало времени на то, чтобы его тратить на YouTube. Я смотрю Пупси Киру, потому что это моя подружка. И Сабина монтирует ей видео. Я просматриваю их, чтобы говорить свою рецензию не как профессионала, не как специалиста на YouTube, а просто как постороннего человека. То есть как потребителя. еще я смотрю. Ну вот как начал списываться. Ребят, ну я буду, скорее всего, летом в Штатах. Мне здесь очень сильно нравится. Я вообще планирую стать следующим президентом в 2020 году. Я сейчас буду начинать предвыборную кампанию. Я иду в Вашингтон-сквер-парк. Я рядом с ним живу. Это East Village на Манхэттене. Я закину подарок, который я купил. Ребят, я не могу вам попасть в Штаты, потому что я не могу даже это сделать со своим братом. У моего брата нет визы. Поэтому почему бы я помогал незнакомым мне людям любым способом? Здесь я не могу даже помочь своему родному брату. 20% телефон садится просто. Сейчас пропадет связь. А у меня, между прочим, только 5 вечера. Телефон уже сел. Это все ваши трансляции. Значит так. Есть ситуация, которая происходит здесь сейчас. ХА! Ребят, могу хакать вообще всегда и везде. Правда, здесь люди вообще этого не воспринимают. Они все начинают шугаться и ждут какого-то подвоха. То есть мне кажется, что за хаканье здесь даже есть шанс попасть в тюрьму. Я прочту позже директ. Нет, ребят, СХА. Смотрите, ХА это сила, которую, ну, надо использовать правильно. Постоянно налево-направо хакать. И где-то в мире, в другой стороне планеты, может произойти какой-то катаклизм. Допустим, я один раз хакнул три раза подряд. Наводнение, слышали, было в Таиланде. Очень ужасное. Это как бы из-за моего ХА. Так, в Калифорнии и так легализирована трава. Но только в медицинских целях. Со спортзалом вообще все супер. Ребята мне вчера звонили, рассказывали, что заказали из инвентаря. Я как... Жвачкин, у меня больше нет места. У меня реально нет места в чемодане. Мне кажется, мне придется опять второй чемодан покупать. Ёб вашу мать, я в лужу вступил. Меня в инста найти собачка Трушковский. Т-Р-Ю-С-Х-К-О-В-С-К-А-Й-ВАЙ. Не, ребят, ну я же не какой-то там неадекватный человек, чтобы орать в парке. Ребят, я все время в Нью-Йорке хожу в магазин. С магазина домой кидаю пакет. И потом в ресторан куда-то. Ну, если кому-то надо с шапиком что-то решать, решайте. Понимаете, когда машина пачкается, люди как бы ее просто на мойку везут. Они не пытаются запачкать ее до конца, чтобы она была однотонной. Они ее очищают. Вот так я закрутил. Ребят, никому не хочу приветы передавать сегодня. Не то настроение. Понимаете, о чем я? Бабки я на Форексе играю и как бы вот да, выигрываю. Всегда и всюду. Не, не хотел бы Новый год в Нью-Йорке проводить. Я понимаю, что это красочно, что это очень красиво. Но это холодно, не хочу. Ладно, ребят, я не хотел от вас скрывать, но я занимаюсь венчурными инвестициями. Инвестирую в порнографию. Малобюджетную. В основном с тайцами. Да, смотрел, ребят, смотрел, все смотрел. Да я вот иду к ней домой, ребят, подождите, сейчас до Кардашьян дойду. Сейчас будет она тут, здесь. Ребят, теоретически я могу в Россию на 2 месяца. приехать, но что там делать 2 месяца? Вон, ребят, Сабина продает мой мобильный, причем один из 4 номеров. У меня есть 3 рабочих и один личный. Давай так, рабочие по 100 баксов, а личный за 500. ой, еще можно этот, мой американский номер кому-то впарить. Привет, я тоже обожаю тебя смотреть. Ребят, откуда я знаю, реально ли прилететь, когда Трамп президент? Не знаю. Ну, то есть, еще даже инаугурации не было, чтобы что-то поменялось. Сейчас все стабильненько, все крутенько, все четенько. Но, правда, меня радует, что в Украине доллар потихоньку падает. Да, Ростов, привет тебе тоже. Сейчас поднимусь к Лехе, который из Ростова. Две тысячи. Да, мне кажется, тут обманывают. Зе братья еще не были в Киеве. Как только они будут в Киеве, вы об этом узнаете. Ребят, вот, подхожу к дому, сейчас будет постель. Ну, че вы такие напряжные, ну? Иду, иду. Вот, открываю дверь. Сейчас будет вам постель. Я родом из Киева. Ребят, в Нью-Йорке, именно на Манхэттене, не надо ездить на общественном транспорте, потому что здесь расстояния очень маленькие. А если ехать в Бруклин, то я не стесняюсь, я даже могу вам сейчас показать проездной. Смотрите, у меня есть отдельный проездной для Нью-Йорка и отдельный для Лос-Анджелеса. Там разные карточки. Вот, смотрите. Поэтому не надо тут мне ля-ля. Я потерялся. О чем вы говорили? Сабин, видишь, и ты спрашиваешь, не хочу ли я поговорить с Сашей. Я боюсь, что после моего разговора он будет морковное пюре кушать. А я нормально хайпану, да? Вот, смотрите, захожу к Кардашьянам сейчас. Она спит. Дорогая, привет. Ты как, киска? Блин, ребят, у меня тупо чемодан не закрывается. Я не знаю, что делать. Очень много подарков. Очень много подарков. Это все, что я хотел вам сказать. Так, все, всем спасибо. Я выключаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok